Я сразу хочу, первая программа, я хочу сразу сказать для всех, что это будет такой цикл программ, который называется контрабас. Контрабас не потому, что это только контрабанда, с которой обычно вас связывают всегда, а контрабанда для меня это все, что делается где-то за кулисами, за лоштунками. Да, у нас страна все больше становится похожа на какой-то набор схем, каких-то сложных алгоритмов, из которых кто-то где-то извлекает какие-то выгоды, а мы вроде как в стороне с ним и большинстве не понимаем происходящих процессов. Поэтому это такой будет наш политически нормальный ликбез, как мы это понимаем. Сразу скажем, что это цикл контрабанда, он будет очень субъективный цикл. Здесь можно вытюкаться, здесь можно отвечать на вопросы. Я думаю, что вопросы будут, допустим, после первой программы. Мы на все ответим и, может быть, даже потом придумаем свой приз самому сообразительному. А сегодня начнем с того, что Дубинский использовал твою статью по поводу обысков на львовской таможне. Что там происходит? Это, в принципе, вот первая реакция, которая, можно ее назвать... Что случилось? Я тебя прекрасно вижу. Да, сейчас я вернусь, потому что у меня прорывались. Что сегодня происходит? Да, это первая реакция силовиков на мои публикации касательно схемы на львовской таможне, которую я озвучил на налоговом комитете, которая частично связана с самим Нефедовым и, по сути, которую реализуют его родственники. В принципе, для меня было очень неожиданно сегодняшнее событие. Служба безопасности Украины более чем в 20 местах одновременно начала обыски по всей Львовской области. В компаниях там Люба Авто, Мотолайк, на львовской таможне, на каких-то складах у главного конвертатора Западной Украины Василия Костюка. Ну, реально событие, которое повернуло меня в шок. Мне звонят там местные силовики, местные таможники и говорят, Женя, что ты натворил? Такое происходит. Вы знаете, приятно. С одной стороны. А с другой стороны, знаете, знаю наши силы. Я больше скажу. У меня сегодня, извините, ради бога, просто не могу смолчать. Сегодня я записывала с Ривой интервью с бывшим министром. Он говорит, вы не понимаете, Наташа, это бестселлер. Я смотрел вашу программу с Плинским, и все наши коллеги смотрели, и все это обсуждают и так далее. Так что, в общем, Женя, если долго мучиться, что-нибудь получится. Да, и что-нибудь понятно. Лишь бы это не стало, как очень часто бывает в случаях с работой наших силовиков, таким инструментом отвлечения внимания. Пришли, пошумели, потом где-то кто-то что-то порешал, и в итоге имеем пшик, никакого там результата после этих обысков. Поэтому хотелось бы, чтобы это была не та история, но активность там. То есть там участвуют и СБУ, и Генеральная прокуратура, и нацполиция. Отдельно по причастности Нефедова и Верланова возбудилась НАБУ. То есть возбудились все. К чему это возбуждение приведет, посмотрим, но пока выглядит красиво. Женя, мы не дадим. На последней программе «Народ против», на которую вы не смогли прийти, и, наверное, вы ее не смотрели. Опять же, кто-то из героев сказал, я думал, что после программы с Плинским что-то будет происходить, ничего не происходит. А я уже анонсировал нашу программу, сказал, да мы не дадим, мы с Плинским с них не слезем. Ну да, будем зажимать. Так что все, да. Теперь как бы будем считать, что это просто челлендж. Для нас мы как бы просто обязаны с этим работать. Но кроме этого, смотрите, еще же как бы куча событий вокруг, да? Они у нас, мы не успеваем, вот я, честно говоря, когда готовился к программе, мы же так вроде бы несколько дней набрасывали темы себе. Я, когда ты пытаешься сконцентрироваться на каких-то важных, они просто, ты как калейдоскоп. Ты крутишь этот, ну, условно, интернет, да, и можешь выделять абсолютно разные формы событий, выстреливать разные цепочки. Мы не успеваем уже за событиями, ну. А нет такого ощущения, может, это просто конспирология такая, но нет такого ощущения, что кто-то просто информационную дымовую завесу все время делает? А мне кажется, что вот я для себя вот касательно там телеграм-событий, да, хотел, вот мы же хотели затронуть эту тему, да. У меня создается ощущение, что мы начинаем вариться, вот наше медийное сообщество, там, и околомедийное, там, политики, журналисты, эксперты, начинаем вариться в собственном соку и вываривать вот из этих, там, в частности, телеграм-скандалов, некий бульон, который, ну, никому, кроме нас, не интересен, да? То есть, 90% людей даже не понимают. Вот выйди на улицу, спроси, а как вам там криворожки, а как вам трубу, там, сливы разговоров трубы, они скажут, что, где, вот, отопление включили, не включили? Ну, это не про их жизнь, да. Да, поэтому мы, ну, мы заходим в какой-то штопор информационный, ну, откровенно, вот я даже со своими коллегами-журналистами общаюсь, у всех такое ощущение, что нас действительно закручивают в какой-то информационный водоворот, в котором мы уже, мы не можем уже отслеживать даже поток событий, вот взять там любой скандал, да? Вот, дело, то, что мы планировали поговорить, дело сливов из кабинетов романа трубы. Суть этих сливов, то есть, если, вот мы вспомним, там, пленки Мельниченко, да, вышел мороз на трибуну, вынес магнитофон, поставили кассеты, вот я, вот оригиналы, нати, расследую. В вопросе с трубой, есть некий набор записей, который частично нам сбрасывается, непонятно от чего имени, непонятно кем записаны, непонятно для чего самое главное. То есть, если мы имеем какой-то набор, пусть даже конфиденциальной информации, ну, касающейся, там, высококосодомцев наших, то эта информация должна приобретать какие-то формы, там, криминального проваджения, иметь какое-то лицо, которое готово вытискать, вот, я получил эти записи, отдаю его, там, в НАБУ, в САП, в Генпрокуратуру, куда угодно. Разберитесь, установите, накажите. Это происходит ни по одной записи такого. То есть, суть этих всех вбросов, которые происходят в Телеграме, не повлиять на, не изменить какой-то ход событий, вернее, его изменить, но в интересах, чисто фигурантах. У нас есть 70 минут записи, но мы вам по полторы минуты будем в Брату и ожидать какой-то, ну, типичный шантаж информационный, который... Я честно должна сказать, что даже на фоне вот этого грандиозного информационного мусора иногда бывают какие-то вещи, которые меня, честно говоря, просто, ну, знаешь, ну, это страшно смешно. Вот если, я не знаю, обратил ли ты внимание, что просто все, даже очень серьезные сайты, там, Украинская правда, там, Левый берег, еще кто-то опубликовали, что некий какой-то там мэр из Макиевки, который всегда был там, русская весна, прочее, прочее, вот, вдруг он оказался сотрудником ГРУ, и он оказался разведчиком, причем, ты же понимаешь, так всегда во всем мире, когда кто-то оказывается разведчиком, это все публикуют, прям все сайты даже... Ну, конечно, это, ну, так, это красиво. Доконченного гомносайта. Я сегодня не выдержала, и тому же Риве задала вопрос, и он, конечно, начал смеяться, он говорит, ну, Наташа, по-моему, это типичный отмыв. Человек работал, что-то заработал, вот, и теперь ему нужно появиться на большой земле. А как? Он же был мэром, там, на оккупированной территории. Да, назовем его разведчиком. Да, 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 если он, ну, достаточно человек щедрый, то, в принципе, собственно, можно его и разведчиком сделать, понимаешь? А ты что думаешь? Я, то есть, я не утверждаю ничего, ну, согласись, но это как-то странно, даже по нынешним странным временам, понимаешь? То есть, конечно, вокруг цирк, но это, ну, это еще больше цирк, чем можно было предположить. Не, ну, вполне реальная история о том, что мы же оба из медийной среды, мы же понимаем, что там разместить где-то на каком-то сайте нужную публикацию, создать информповод, с него там раскидать 3-5 новостей и войти в историю как уже обилившимся человеком, ну, вполне похожая история. А проверить же никак. Ну, невозможно перепроверить. Ну, вот те же там истории, когда там были убиты там главари боевиков, там, в Донецке, в Горловке, еще где-то. Эти же все версии обрастали, это наши разведчики. Нет, это не наши, это местные. А, нет, это российская группа пришло и грохнуло, потому что они деньги не носили. Нет, это истории, которые невозможно проверить, но та информация, которая в какой-то момент больше подхватывается медийным сообществом и кажется просто вкуснее из-за набора лайков и репостов, она становится как бы первостепенной. И вот мы, собственно, сами для себя формируем такую вот... Но я думаю, что в данном случае только Гаруна могла бы рассказать, почему она палит своих разведчиков, или, если она промолчит, то она просто в доле. Я только так это могу... Сегодня же был в рост, вы наверняка читали, Громчак повесился в сезон, понеслась по сайтам, по каким-то третьим, второсортным, пятисортным. Потом, понятно, это все там спросувало и опровергли, но сам факт того, что вот это современный инструмент... Все же зачем сейчас? Все информационные агентства, все там ломы, они же все зачем охотятся? За количеством просмотров, перепостов, упоминаний своего имени. И проверка информации уже становится, ну, таким вторичным вопросом. Ну, согласна с тобой. Но давай вернемся к делам более серьезным. Отъезд Международного валютного фонда, да, там были торги за землю, были торги за Приватбанк и так далее. И фактически я должна сказать, что Зеленский сегодня находится на растяжке, да? С одной стороны, проголосует, не проголосует. С другой стороны, Коломойский Приватбанк. Плюс Коломойский заявил, а Коломойский никогда так просто не делает ничего, что он абсолютно убежден, что ему в ближайшее время Приватбанк вернут. Что будет в этой сложной ситуации делать Владимир Александрович? Ну, потому что ситуация действительно очень сложная. Тут вопрос стоит. Мне очень как бы не понравилась тезис нашего премьера Гончарука, который сказал, мы Приватбанк ни в коем случае не вернем. И вообще планируется, я не помню, Гончарук или кто сказал, законопроект о том, что о невозможности возврата банков их собственных. То есть у нас же все кричат о том, что мы правовое государство, есть суды, которые должны выносить те или иные решения, абсолютно справедливо основываясь на законах. И вот эта политика, она как бы подтверждает, ну, как мне кажется, некую нервозность нашей власти о том, что МВФ действительно может выдвигать некие определенные требования, которые могут идти вразрез с правовым полем нашей страны. И вот они готовы идти на какие-то неординарные вещи, типа вот вбрасывать, ну, например, не может такие вещи говорить, но объективно говорить о том, что мы не вернем ни при каких обстоятельствах. Ну, как это? Ну, есть же закон. Ну, это же не во дворе разговор, я у тебя занял 5 рублей, но я тебе их не верну, да? У нас есть суды, есть закон. Давайте по ним двигаться. Есть у вас возможность отстоять позицию государства? Окей. По-моему, там уже, не помню, десятки миллионов долларов потрачены на суды в Британии, чтобы доказать. Чтобы доказать что? Ну, доказывать, есть позиция? Двигайтесь по ней. Проиграли, будьте, там, проиграете, будьте готовы признать свою позицию, что да, у нас не хватило там чего. Вот такие голословные заявления. И, ну, да, действительно, ситуация Приватбанка очень раздражает МВФ, потому что тогда был создан условно прецедент, который, ну, который, который они бы очень не хотели откатить обратно, потому что будет создан обратный прецедент, да, им действительно важно. Но я не думаю, что здесь позиция Приватбанка была ключевой в отъезде МВФ без какого-то результативного решения для нас. Я думаю, что здесь, скорее, вопрос земли был более краеугольным. Просто Приватбанк, многим просто легче объяснить для людей, что вопрос Приватбанка ключевой, и вот Коломойский злой, за которого МВФ нам не дает деньги. Но на самом же деле земля здесь намного важнее и для МВФ, для международных инвесторов, которые хотят сюда зайти и которые, ну, позиционируют себя как люди, влияющие на Украину, свое влияние они хотят монетизировать возможности заполучить доступ к нашей земле. Но тут же мы получаем, Зеленский получает встречную реакцию народных депутатов в отслуги народа, которым он пообещал, да, всю действую информацию, что к нам доходит, что иностранцы не будут допущены. И здесь вы абсолютно правы, Зеленский стоит на растяжке. Но я думаю, что в этом вопросе он должен выходить с позиции интересов своего государства, своих людей, своей практики. Как он, собственно, и обещал. Да, то, что он обещал. Что касается МВФ, знаешь, я все время себе год за годом задаю вопрос. Это как бы, ну, все знают, что такое взять там банки деньги, да. Любой из нас, кто там хоть когда-то брал суды, знает, что всегда там в договоре прописаны условия. В данном случае берут деньги под проценты, народ Украины берет. Потому что нам отдавать долги не Гончаруку, не Гройсману, не еще кому-то. И почему всегда вот этот меморандум, который с МВФ, почему он всегда засекречен? Почему он никогда не имеет публичный вид? Ведь это же как бы вопрос национального значения, да. Вот почему они всегда его прячут? Для того, чтобы, знаешь, пять лет Порошенко говорил Путин, нападет в случае чего. Вот мне кажется, это из той же оперы. Для того, чтобы там тарифы, так хочет МВФ, там Земля хочет МВФ и так далее. А мы же не знаем, что он хочет на самом деле. Вот возможно потому... И мы же получали подтверждение вот этих слов, которые вы говорите, когда нам говорили, что это МВФ требует поднять цены на газ, а потом оказывалось, что уже МВФ не выдерживала, да, когда Порошенко это озвучивал его люди. МВФ уже говорила, что мы от вас не требуем получить цены на газ. Мы от вас требуем установить равную, ну там определенную пропорцию между промышленными потребителями и бытовыми потребителями. То есть там были более витиеватые формулировки. Она преподносила, что вот как бы это МВФ требует поднять цены на ногах. Потому что это удобная оболочка. Приезжает некая загадочная скульптура МВФ, некие загадочные, высокоуважаемые люди с большими деньгами. Все окружается вот таким вот пафосом лайнства. И потом, ну слава богу, нам дали там 10 миллиардов, да, под какие-то там условия. То есть, ну это действительно классная ширма для того, чтобы прикрывать и объяснять людям те или иные свои не очень удобные действия. Еще один интересный вопрос, ну мне кажется, что как бы его стоит поднять. Это наш когда-то покойный Доренко мне сказал про Березовского. Понимаешь, там он был очень талантливый человек, но он был очень плохой начальник отдела кадров. Вокруг него всегда там велось там масса каких-то мошенников, идиотов, сволочей и просто предателей. Вот насчет начальника отдела кадров там коллективного, условно говоря, новой власти. Вот этот скандал замминистра там министерства инфраструктуры, да, я с удивлением, когда начала копаться в ее биографии, поняла, что у нее нет высшего образования. Более того, я начала проверять всех остальных замминистра, министров грантаидов. У многих его тоже нет. А вообще, кто этих людей собирал на одну лодку вообще? Как это было? Никто не понимает, вот даже люди, находящиеся сейчас во власти, с которыми там у меня есть диалог, они, ну, не могут объяснить, как те или иные люди попадают. Потому что открылось там не окно возможностей, а какой-то ангар возможностей, да, распахнулись большие ставни, и туда, наверное, забегал кто-то, кто успел первым забежать, кто-то кого-то тащил за руку, и особо, ну, никто не разбирался. И сейчас мы получаем вот те или иные скандалы. Причем, это скандал с Клитиной, вот если его так успокоиться, остановить там какой-то момент времени и начать разбирать историю, как он вокруг нее появился и дойти до пленок, то мы с вами, ну, озадачимся вопросом, что на пленках никто не говорит, что она именно заняла должность через постель. Никто это не утверждает. И все фигуранты, и тот же Поляков, который это заявил, он сейчас говорит, а я не сказал, что она через постель, что она с кем-то перестала. Но уже момент разбиратель, ядра событий пройдет. Получка нашлась, но осадок остался. Да, да, осадок остался, но опять же таки, нас отвлекают от ключевого. Нам говорят, что есть вот этот Криворужгей, да, там 70 минут каких-то записей разговоров. Из тех записей, что есть, вот история Склитина, это самое такое, ну, сочное, что смогли высосать и то, как бы притянуть за уши ее якобы там назначение через постель. А больше в слепых разговорах ничего нет. Там уши вянут от какие-то хрипы, какие-то разговоры. Ничего не понятно. Объяснить толком никто ничего не может. Но ключевое, вбрасывать информацию, а у нас 70 минут этих разговоров. И вот вам пример Склитины, что из этого может получиться. То есть мы вам из ничего можем устроить скандал. Уже скандал Склитины переходит на Криклия, который возбудился ее реакцией и готовил ее там увольнять. Да, уже сейчас тучи сгущаются над Криклием. А что стоит в корне этого конфликта? Какие-то разговоры людей в каком-то ресторане, с которых, ну, по сути, ничего там нету, ни криминального, ни предосудительного. Но обсуждают, что это люди в какой-то компании, там, вкус, даже задевая какие-то там через постель, не через постель. У нас в Ньюзруме такие разговоры происходят раз в неделю. У кого-то тут у нас вот из-под Ашана понабирали в редакцию работы. У вас привычный Ньюзрум. В нашем Ньюзруме чаще, да. То есть это как бы такие бытовые разговоры, с которыми был выкуплен вот такого вот интересного. Про Лешко, слушай, ну вот согласись, что он везунчик. Знаешь, каждый раз, когда в его жизни происходил какой-то очень резкий такой поворот, да, там, когда он попадал в какое-то смешное положение, когда казалось, что все уже закончено для его судьбы, вдруг появлялся какой-то коллективный герус условный, и он опять был наверху, так сказать, информационных сообщений. В принципе, это ключ к тому, чтобы всегда быть в топе. Неважно, ты там депутат или ты не депутат. Вот если бы ты был на месте геруса, ты бы ударил или нет, скажи мне? На месте геруса я бы его ударил, но после этого я бы ни в коем случае не подавал бы на него ключ, за то, что он на него напал первый. Это же, ну, Лешко профессионал. Я вспоминаю 14-й год, осень, когда была драка Лешко с Шевченко в кулуарах парламента. Я стоял прямо рядом, я наблюдал эту сцену от и до. Шевченко не собирался его бить, но Лешко доводил его до такой степени, и когда уже Шевченко, он уже ушел на 10 метров. Лешко уже видит, что все, конфликт исчерпан, он его не ударил. Лешко, давай в загонку его буквально оскорблять, что Шевченко бросился назад, прибежал, ударил Лешко, Лешко начал терять сознание. Но все же помнят эти кадры, да. Да, он профессионал, Лешко. А ты смотрел фильм «Залечь на дно в брюге»? Что-что? Фильм «Залечь на дно в брюге» смотрел? Нет, не смотрел. Я тебе очень советую. Там есть совершенно фантастическая сцена, когда один из мафиози идет на какую-то там выставку, и чувак, который охраняет эту выставку на какой-то колокольне, не зная, что это мафиози, подходит к нему и начинает ему пальцем в лоб так. Там «you», «english», «man», и начинает что-то ему говорить. Мне эта сцена очень страшно напомнила, как Лешко, помнишь, ему пальцем в грудь все время делал Герусу. И пытался… Лешко нужно было, чтобы Герус его ударил. Герус его не ударил. Но после этого Герус, я не понимаю, почему он пошел в суд. Почему Лешко появился? Как он оказался в этом зале? Почему он это сделал? Ему действительно нужно было вернуться в информационное поле. Он выпал из политики, он потерял при голосовании на бюджет свою главную конфету – это бюджет на закупку пожарных машин, то, что происходило ежегодно. И у Лешко началась истерика. Он не нужен Ахметову в той ситуации, когда он вне информационного поля. А кушать ему, извиняюсь, хочется. Лешко привык хорошо жить, выигрывать ежегодно в лотереи какие-то суммы, чтобы потом декларировать. Да, да. То есть ему срочно нужно было принимать какие-то… И он при… И Герус с удовольствием ему подыграл в этом деле. И тут, наверное, не столько гениально Слешко сыграло, хотя он гений, сколько недалеко с Герусу и тех людей, которому советую действовать так. Потом в Лешко стали бросать где-то уже чем-то презервативами с вазелином, еще что-то. Это, я уверен, что вполне может быть, что Лешко это самое организованное, потому что ему нужен кайп, ему нужен скандал. Он готов, чтобы его поливали, оскорбляли, лишь бы быть на слуху и возвращаться. Ну, Герус в итоге пострелил как член команды Лешко. Он подал в суд. Потому что так бы об этом скандале забыли бы через два дня. Ну все, да. Теперь Лешко может ходить в суд. И Лешко теперь, я думаю, готов подкупать судей, чтобы они его таки посадили, потому что тогда он станет первой жертвой политической власти Итиленского. Ему только это ему. Но ненадолго. Посадили, но ненадолго. Мустафа и Абрамяевичу с Вукур-Оборок-Проми. Не будем же как бы кривить душой. Оба они не профессионалы. Оба они не знают, что такое армия. Оба они мне не служили. И понятия не имеют вообще, что такое это военная индустрия. Какими судьбами? А я не понимаю. Ну вот объективно я для себя не могу понять, как они туда попали. Но и при том, что вот история с Абрамяевичу, с появлением у него второго паспорта, наличие гражданства, он не выбывает из игры. Он укрепляется еще и Мустафо, человеком из его команды. Да, Мустафа неплохой человек. Он как бы особо там, наверное, в прошлом году... Хороший человек не профессия. И я знаю, что он не замешан в коррупционных каких-то там делишках. Но у него пока и не было возможности такой особой, согласись. Не сильно будешь в коррупционных делишках, когда ты оппозиционер в БПП. Понимаешь? Почему в команде Зеленского не нашлись люди, которые способны возглавить? Но тут мы опять возвращаемся к кадровому голоду. И к вот таким назначениям, как Клитина, которые люди непонятно откуда берутся. Может быть, в этом случае Мустафа и не худший вариант на самом деле попадания в Укроборонпром, если туда попала очередная Клитина. А ты считаешь, такая большая группа натоедов в правительстве это следствие кадрового голода? Или это просто следствие может быть каких-то других вещей, которые мы не понимаем? Понимаешь, как бы, смотри, я не знаю, ты не смотрел на «Род против», но там была вдруг, да, Сережа Лемец рассказал о том, что в каждом министерстве во времена Петра Порошенко был так называемый офис реанимационного пакета реформ, или как там у них это называлось, да. Вот, и эти люди там давали какие-то за очень большие зарплаты, пытались давать советы, писать какие-то бумажки действующим министрам, их заместителям и так далее. Потом, когда сменилась власть, они все ушли в правительство, и сейчас там, как бы, гранд-это два. Опять какие-то молодые люди, у которых вообще не было трудовой книжки, опять сидят и там пытаются что-то писать. Ну, и все эти люди связаны с Соросом. Я так понимаю, что ты не считаешь, что это какая-то большая проблема для страны. Ну, там, влияние управления и так далее. Нет, ну, в контексте интересов Украины это действительно проблема. Обилие Соросяк, которые заполонили, ну, действительно, там и министерские кресла, и всякие ведомства, ну, это действительно возникает уже определенный вопрос как деятельность. Потому что в 2014 году, когда заходили такие вот варяги, да, на разные должности, мы первое время почему-то радовались, да, потому что, ну, вот, наконец-то, пришли специалисты, американские грамотные ребята, вот, европейцы, там, три языка знают, Гарварды закончили, натасканы, все у нас сейчас будет хорошо. А сейчас мы действительно видим, что их становится слишком много, а эффективность, наша внутренняя, стремится к нулю. зато мы видим, вот, в контексте той же земельной реформы, мы сейчас можем четко увидеть, ну, очертить их интерес, да, истинный интерес, который у них есть в нашей стране. Это получить контроль над определенными ресурсами, да, создать определенную буферную зону, накаленную военным конфликтом с Россией, и, собственно, использовать там для, ну, для всего, что им нужно. Вот тот же договор об ассоциации, который мы подписали, все, большинство бизнесменов, с которыми я общался по этому договору, они говорят, ну, это же явно документ против интересов Украины подписан. Ну, без там привязки, там, за что стоял Майдан, просто вот взять сухой документ. Да, нам его нужно было подписывать, но не в такой форме. Мы открываем нашу страну для европейских товаров, мы снижаем, там же подписано четко, что мы каждый год на разные группы товаров, ежегодно снижаем пошлины, там, с 10% до нуля. И, в конце концов, европейские товары, в большинстве своем, которые возятся в Украину, не будут облагаться для европейцев определенными налогами. Зато мы получили определенные квоты на поставки наших товаров в Европу, которые мы, как правило, выбираем там за январь, февраль месяц, без пошлины. И мы, по сути, по определенным отраслям и сферам, это экономический капкан. Мы его подписали на Украину. И то же самое сейчас происходит, ну, как дать оценку действиям так называемых сарасян. Ну, вот они представляют здесь чьи-то экономические интересы, которые нам, большинстве, даже не понятны. занимаются лоббистской деятельностью за высокие зарплаты. Вот, вот как бы почему называют себя активистами. В финале, знаешь, мы почти в финале же. Не хотелось бы спросить, если вы на месте огромное впечатление произвело там утреннее интервью с Бородянским. Ты успел его прочитать? Да, я прочитал. Да, я прочитал, да, успел. Интересно. Ну, что скажешь? У меня всегда вот, когда возникает вопрос о контроле информационного поля, ну, вопросов сразу возникает масса. Первый вопрос критерий оценки объективности, да, контроля. То есть, что такое фейк, что такое дезинформация, что такое правда и где грани, переступив через которые ты попадаешь под действие закона. А второй вопрос, ну, ребята, ну, извините, у нас в стране не работает ни правоохранительная, ни судебная система. У нас не расследуются убийства, ограбления. Ну, вот я по своему личному опыту знаю, вот я как журналист, и за эти годы я там фигурирую в трех уголовных делах в рамках там моих заявлений. Следили за нашим офисом в 15-м году, эффективность расследования нулевая. Год назад я ехал на дороге, вез детей в школу, мне угрожали пистолетом за рулем из соседней машины. Эффективность расследования нулевое, ничего нет. Мне блокировали соцсети, я написал заявку в киберполицию, мне вот я специально жду, сколько должно пройти времени, чтобы что-то произошло. Полтора месяца мне даже никто не перезвонил. Слушайте, в какой борьбе с информационным, с системой наказания и контроля и привлечения к ответственности за фейки мы можем говорить, когда у нас вообще не работает правоохранительная система. Ну. Ну, я тебе могу то же самое сказать. Мне угрожали убийством, никто ничего не расследовал, хотя тогдашний прокурор Луценко прекрасно знал, кто и что и так далее. Мне угрожал Корчинский, мы писали заявление в полицию, никакого расследования не было. И так далее, и так далее. Могу много примеров. Более того, я сейчас как член Рады при президенте разговаривала с заместителем Бородянского. Говорю, у вас там есть такое там оправдание терроризма. Я говорю, оправдание это как? Вот, например, я беру для ютуб-канала интервью с человеком, который живет в Луганске. У него свой взгляд там на вещи, да? Он, мы же говорим о том, что мы должны слышать вот ту сторону, попробовать с ними разговаривать и так далее. А вы же спокойно мне можете сказать, что я оправдываю терроризм или еще что-нибудь в этом роде. Да нет, нет, это будет не так и так далее. А кто будет определять это? Ну, кто это будет определять? Где манипуляция информации? И тем более первыми под раздачу попадут как раз те, кто, те журналисты, которым тяжелее всего. Какие-то региональные СМИ, какие-то журналисты, которые работают в небольших городах, небольших седачах. Как это и было в 2014 году? Там где сила, там где сила, там где, да, там где сила, там замначальника полиции какого-то городка с населением 10 тысяч несравнима с силой и влиянием нашего действующего президента в Киеве. То есть, там любой чиновник может уничтожить любого журналиста. Даже сегодня, не имея никакого инструмента, любое расследование там по имуществу, там, машинам, квартирам, деньгам, любовницам и всему тому, что как бы любят расследовать журналисты, оно сразу будет названо фейком, имея этот закон, это сразу будет открыто уголовное дело, сразу расследовано и журналист будет сразу задержан. И мы получим инструмент совсем не контроля, мы получим инструмент, ну, инструмент давления, и это мы еще не заходим в вопрос того, ну, у нас же, мы не успеваем даже за развитием каналов коммуникации. То есть, когда Бородянский в интервью говорит, что мы исследуем опыт, там, Франции, Британии, какой опыт мы исследуем? У нас за последние полгода, год назад никто не знал, что телеграм-каналы будут оказывать такое влияние. Какой опыт по борьбе с телеграм-каналом мы не знали? Мы не можем использовать какой-то опыт, а в тех условиях, которые у нас сейчас есть, по-моему, да, думать об этом нужно, но выносить эту проблему, этот вопрос на стадию формирования каких-то решений, не имея за собой инструментов как бы правоохранительных принципов, действующих, работающих. Ну, это, по-моему, очень преждевременно. Жень, ну, мы в финале, и мы с тобой договорились, это будет каждую программу, мы говорим позитиве недели, вот для каждого из нас, и цифра, которая удивила, да, и поразила. Кто начнёт? Не начнёт. Позитив я не успел подготовить, я подготовил цифру, поэтому давайте начнёте вы, а я потом... Так, ну, давайте подготовить, давайте цифру свою. Я первая, давай я первая. Смотри, для меня позитив недели, у меня была очень тяжёлая неделя, и там как бы было очень много работы, и очень много каких-то таких впечатлений тяжёлых, но я в конце недели, в субботу, я записывала для Ютуба интервью с доктором Комаровским. Он фантастический мужик, его все знают, его не нужно представлять, но каждый раз, это было не первое интервью, он меня удивляет, знаешь, вот есть такие старые там земские врачи, которые заходят в палату, и когда они заходят, ты понимаешь, всё будет хорошо. И всё становится уже легче, да? Я же в палатоке, я же очень нервная, я как бы могу впасть там по любому поводу, так сказать, в осадок, и он мне всё рассказал, и как-то умудрился, говоря абсолютную правду о том, что происходит в стране, а мне внушит, что всё будет хорошо, и это очень круто. Я помню, я его довезла до гостиницы, потому что мы там снимали в одной фотостудии это интервью, и я ехала домой, это было поздно, вечером, с таким каким-то блаженным чувством, и я вдруг подумала, что пока есть такие люди в стране, он же не только меня успокаивает, он успокаивает там 10 миллионов, внимание на экран, он же не мамочек, которые подписаны на него в Инстаграме, 10 миллионов, ты прикидываешь себе? А там поток истерик, и вообще ничего, я даже не представляю. Он всем говорит спокойно, всё будет хорошо, очень интересное интервью, и человек действительно работает на страну, вот такие люди пока ещё не уехали, пока они есть, это очень круто. А цифра, которая меня поразила, владелец Луи Виттон покупает, Тиффани уже купил за 16 миллиардов долларов, ты можешь себе представить, 16 миллиардов долларов, цифра сопоставимая с какими-то крупными IT-проектами, или там социальными сетями и так далее. Ну и это значит, что как бы людям красота вообще страшна, ну как бы она им нужна, короче, в этом мире, потому что раз такие компании стоят столько денег, значит красота эта, она пока рулит. Что поразило тебя? А вы сказали про 16 миллиардов долларов, мне вспомнилось, как, по-моему, это 17 или 18 год Дубневичи задекларировали рекордный объём налички, там, по-моему, 3 тонны в долларовом эквиваленте налички у них было задекларировано, мне почему-то, почему-то вспомнилось. Я хотел назвать цифру недели, это скорость, которую зафиксировала национальная полиция на столичном шоссе в Киеве, появилась 5 дней назад, появилась информация о том, что камера зафиксировала 220 километров в час, машина проехала, а на следующий день, но я подозреваю, что это та же машина, после того, как появилась эта информация с ней побила свой рекорд 288 километров в час. Вот это как я хотел сказать, 280, да. Да, да, да. Сначала балансирую, потом 2 километра. Женя, я обсуждала эту цифру с мужем, мы оба же как бы водим, и мы не могли понять, если бы ночью, ладно, на столичном шоссе, но это было 14. Да, в 2 часа дня. Обчисните мне, как можно умудриться, там на столичном шоссе, там где поток машин, невозможно же из потока выйти, да? Он же, наверное... Ну, бывают моменты, когда машин не так много, я думаю, что он как-то там уличил момент, разогнавшись, но цифра яркая однозначно, я думаю, что она... Цифра яркая, немножко тяжелая, учитывая то, что произошло с Николаем Кулебом, мне кажется, все-таки наша безопасность на дорогах, да, она... И там есть и субъективные факторы, какие мы водители, как мы себя ведем и так далее, да? Вот. Но и, конечно, объективные. И вот этот перекресток, он очень, ну, как бы, непростой там, я писала вчера об этом, вот, и таксист, который стоял на этом перекрестке, случайно совершенно, я с ним говорила, он сказал, что ему сзади сигналили, чтобы он поехал. Ну, то есть, знаешь, вот это нервное сигналение сзади, там, почему ты стоишь? Да, у нас культура вождения, да, хромает, и не столько нареканий, я думаю, что должно быть на те же дороги, хотя, действительно, вопросов к ним очень много, как и взаимоуважению на дорогах, к стилю вождения, особенно, ну, отношения к женщинам за рулем, мне, честно говоря, мне жена водит, мне не нравится, как мужчины реагируют на женщину за рулем. Хотя, казалось бы, у нас уже давно этот этап должен был быть пройден. Но, Надежда умирает последней, закончив вот на положительной, все-таки, на положительной ноте, и до следующей недели я сейчас буду, как бы, всех призывать, чтобы подписываться, чувствую, что это будет драйво у нас. Спасибо. Я надеюсь, что зайдет, да, пусть простят нам сегодняшние, может, огрехи, у нас дебют, пишите пожелания. Да, пишите, пишите по всем, что вам интересно. Да, все.